Всем привет! Наконец-то у меня в мастерской появился новый помощник. Это вот такой вот принтер от компании Летающий Медведь, пятой версии. Данная тема для меня пока еще новая, пока еще все только изучаю, но уже хочу показать несколько полезных вещей для мастерской, какие можно на нем напечатать. Деталей напечатал много, сейчас каждую покажу. И начнем с вот такого держателя для отверток. Как можно видеть, вот качество печати. Получилось все отлично. Вот так он выглядит и сейчас установим его на стену. Но вместо отверток буду использовать сверло. Все очень удобно расположено. Следующее, что было напечатано, это вот такая подставка для ключей. Ключи ставятся сюда вот так и все это дело вешается на стену. Печатал ее не себе, поэтому она уйдет в подарок. Следующее, что было напечатано, это вот такая вот насадка на бормашинку для заточки сверл. Как видим, она уже сделана под наклоном. Мы ее одеваем на бормашинку, сюда ставим сверло и затачиваем. Сейчас я покажу, как это все делается. Как видим, здесь есть уже паз под винт, чтобы все это дело зажимать. И вот такая бормашинка. Сюда ставим алмазный диск для заточки и одеваем вот эту насадку. Затем подтягиваем. Все жестко, ничего не люфтит. А затачивается все очень просто. Ложим сюда сверло и подводим его к диску. Сначала испытаем сверло до заточки. Сверлить, но очень тяжело. Сейчас мы его немножко подточим. Вот так получилось. Ну и снова испытаем. Ну и как видим, все замечательно. Далее напечатал вот такие вот вещи. Это всевозможные держатели. Это вот такая вот ручка для бит. И получается маленькая отвертка. Сюда еще можно будет вклеить маленький магнит, чтобы они не выпадали. Затем вот такая вот рукоятка с резьбовым зажимом. Сюда вставляются надфили. И поджимаются. Все. Очень удобно пользоваться. Следующий зажим это уже для лезвий. Также на резьбовом соединении. Сюда вставляется лезвие. Одевается клопачок. И все поджимается. Вот так получается. Тоже очень удобно пользоваться. Здесь есть вот такие вот насечки. И в руке он не скользит. И еще вот такая рукоятка для шестигранных ключиков. Они вставляются вот сюда. И очень удобно ими что-то затягивать. Далее был напечатан вот такой вот брелок. Он состоит из двух частей. Сюда ставится лезвие. И вставляется вот сюда. До щелчка. И вот так получается. Можно повесить на ключи. И всегда с собой будет небольшой ножичек. Затем была напечатана вот такая вот насадка. Здесь внутри есть резьба. И она одевается на бутылку. Вот так получается. Она нужна для того, чтобы когда мы сверлим отверстие, вся пыль скапливалась в бутылке. Ну и как видим, вся пыль осела здесь. Немножко осела и здесь. Но чтобы этого избежать, можно наклеить небольшой кусочек скотча, чтобы плотнее прилегало. И тогда вообще ничего сыпаться не будет. Далее была напечатана вот такая вот насадка для пылесоса. У нее тонкий носик, чтобы можно было залезть в самые труднодоступные места. И особенно, когда пылесосишь в автомобиле, вот в это вот место залезть обычной насадкой очень тяжело. А вот эта самодельная в этом поможет. И как видим, все чисто. Но когда я ее печатал, немножко ошибся с размером, и сюда она не одевается. Получается, нужно делать чуть-чуть больше, либо же какой-то переходник. Ну, в дальнейшем я ее перепечатаю. Ну, а пока поможет самая любимая синяя изолента. Без нее никуда. Вот так отлично. И еще одна вот такая вот модель. Она состоит из нескольких деталей. Давно себе хотел такую купить, но вот увидел, что есть готовый шаблон, и напечатал его. Чтобы его полностью собрать, нужна еще будет металлическая шпилька с гайками и вот такой вот маленький винтик. Итак, все готово. Здесь вот такая подвижная часть, здесь винтик и барашек. А нужна эта самоделка для того, чтобы зажимать детали под углом 90 градусов. Ставим сюда две плашки и затягиваем винт. Угол зафиксирован, и можно свербить отверстие. Также мне ее очень сильно не хватало, когда делал полочки в шкафу. Ставим, зажимаем, и можно фиксировать полки. Также если делать 4 зажима, то поставили на каждый угол, и можно смело все фиксировать. Очень классная вещь. Конечно, все, что было напечатано, это мелочи, это все были тестовые пробы. Он способен на большее. Буду учиться, изучать, и уже делать не шаблонные модели, а уже делать что-то свое. Для самодельщиков данная машина это просто находка. Соотношение цена-качество отличное. Если кому такой принтер нужен, ссылочка будет в описании под видео. А если такой формат видео вам интересен, и хотите еще увидеть модели, какие можно на нем напечатать, то поддержите видео лайком, и я сделаю еще одну часть. Также, если есть у вас какие-либо интересные модели для печати, можете написать об этом в комментах, и попробую их сделать. Ну а если был полезен, лайк, подписка, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok